Итак, сегодня с Божьей помощью мы начинаем седьмую главу, седьмую главу трактата Назир. И да, вернемся к тому, что один из главных запретов для Назира – это оскверняться мертвыми. Да, и в этом отношении Назир очень похож на кого? То есть есть два типа людей, которым запрещено оскверняться мертвыми. Потому что, несмотря на то, что как бы нехорошо быть таме, тем не менее, обычный еврей, то есть он может оскверняться мертвыми. Исключение только два типа людей – Назир и Коэн. Мы знаем, что Коэны не могут ходить на кладбище, и Назиры не могут оскверняться мертвыми. Так вот, среди Коэнов тоже есть разница. Есть обычный Коэн, а есть Коэн Гадольф. Да, давай, два ковра. Какие два ковра, Нальчик? У нас смешно сейчас, подожди. Коэн Гадьот и Коэн Гадольф. Я извиняюсь. Так вот, есть первый священник, а есть обычный Коэн. Так вот, в чем разница? И тому, и тому нельзя оскверняться мертвыми. Но обычному Коэну можно оскверняться по близким. То есть, если у обычного Коэна, не дай бог, умирает кто-то из семи ближних родственников, то есть это кто? Сын, дочь, брат, сестра, мама, папа или жена. Он может пойти на кладбище, но за тетей, дядей уже, например, не может. А Коэн Гадольф не может даже для близких, даже за папу и за маму не может. Как сказано, То есть, первый священник даже не может пойти на похороны собственных родителей. Так вот, Назир. Назир, он на каком уровне? Он как Коэн Гадоль или как обычный Коэн? Говорит Тора, что Назир доходит до уровня как Коэн Гадоль. Даже для близких родственников он не может оскверняться. Как сказано про него, К мертвому пусть не приближается. Даже ради папы, ради мамы, ради брата, ради сестры. Если они умирают, не имеет права Назир идти на похороны. Мы уже учили в прошлой главе. Что есть исключение? Что при всем этом величии, что нельзя оскверняться мертвыми, есть исключение, когда и Коэн Гадоль, и обычный Коэн, и Назир должны оскверниться мертвыми. И это исключение называется Мет Митсва. Если, не дай бог, они идут и видят человека, которому некому похоронить. Вот если человека некому похоронить, такое страшное дело, что это великая заповедь, она побеждает. Иначе он должен, Коэн Гадоль, даже в Йом-Кипур, должен, если больше некому, оставить все и хоронить. Ну, один-другой Коэн Гадоль. И тем более обычный Коэн. Так вот, что теперь происходит? Представьте себе ситуацию. Идут они втроем. Коэн, Коэн Гадоль и Назир. И вот они там, или вдвоем, Назир и Коэн Гадоль. И вдруг они видят Мет Митсва. Лежит тело, и некому его похоронить. Что делать? То есть, как бы, кому из них взять на себя эту заповедь? Кто-то один должен заняться похоронами, а другой должен, как бы, да, держать и не оскверняться. И есть правило, согласно которому мудрецы сказали. Тот, который обладает большей святостью, должен быть, в приоле, должен удержаться. То есть, тот, кто меньше святости, должен хоронить. А второй должен стоять и не принимать участие. Поэтому, если обычный Коэн и Коэн Гадоль вместе нашли Мет Митсва, то, тогда пусть обычный Коэн его хоронит, а Коэн Гадоль не трогнет, не двигается с места, он не должен оскверняться. А как быть, если теперь Назир и Коэн вместе прогуливались и вот попали в такую ситуацию, что нашли человека, которому некого похоронить? Итак, говорит Мишна. Коэн Гадоль, Назир не могут оскверняться даже кругом самых ближайших родственников, как мы объяснили выше. Но и тот, и другой обязаны бросить все и похоронить Мет Митсва, человека, которому некого похоронить. Так что теперь? Вот идет Коэн Гадоль и Назир вместе. На Алхинбадерах идут по дороге. У Мацу Мет Митсва. И вдруг они встречают человека, которому некого похоронить. Раби Лезер говорит, Пусть Коэн Гадоль хоронит его, а Назир стоит и не вмешивается. По мнению Раби Лезера, святость Назира даже выше, чем святость Коэн Гадоля первосвященника. Но мудрецы говорят, Нет, пусть Назир осквернится, но не осквернится первосвященник. Валадин Базир буквально идет. И получается тогда такой же закон, если Назир будет с обычным Коэном. По мнению мудрецов, даже обычный Коэн в святости стоит выше Назира. Раби Лезер считает, что Назир вообще выше не то, что обычного, а даже Коэн Гадоля. Но мудрецы говорят, Нет, выше стоит, чем Назир. Так ответил, и Раби Лезер задает вопрос мудрецам. Он говорит, смотрите. Вот вы как говорите? Вот в чем ваша логика? Объясните мне. Говорит Раби Лезер. Скажите, как я ведь. Почему? Потому что, смотрите, если Коэн Гадоля сквернится мертвым, он не должен приносить жертвоприношение. То есть, по очищению от скверны, от нечистоты, у него нет жертвоприношения. Валит Амэн Азир. Но не оскверняйте Назира. Шиумеви Корбан Аль Тумато. Который после того, как осквернится, он должен очиститься. Ну, понятно. Горей ухайял микровод на шэн Тиглахат Атума. И должен принести специальное жертвоприношение после Тиглахат Атума. Как мы учили. Да, это стрижка волос после осквернения мертвым. Так очевидно, человек, который после осквернения должен еще и приносить жертвоприношение Корбан, значит, его осквернение было более серьезным. То есть, Назир стоит выше Коэн Гадоля. Поэтому, говорит Рабелезер, я не понимаю, почему вы считаете, что наоборот. Назир должен стоять, а Коэн Гадоль пусть идет хоронит. Но никак не наоборот. Ответили ему мудрецы. Рабелезеру. Гитама Назир. Шэнг Душаток Душатулам. Нет, все равно мы считаем, что Назир должен первый оскверниться, а не Коэн. Почему? Очень просто. Потому что Коэн, он свят навсегда. А Назир, его Назирут закончится рано или поздно. На 30 дней, на 60 дней, на 100 дней, на 5 лет он взял. Но это временно. Поэтому, а Коэн, который всю жизнь, как бы да, он родился Коэном, поэтому у него приоритет. Так они ему ответили. А что, если мы сказали, что существуют разные типы Назиров? А что, если человек Назир Олам? Вечный Назир. Есть Назир Шимшон. А есть, человек навсегда стал Назиром. Энг Душатон, потому что, в любом случае, был время, когда он не был Назиром. То есть, Коэн родился все, всю свою жизнь он Коэн. Ему нельзя склоняться мертвыми. А Назир, даже если он примет на себя вечный Назиру, было время до того, как он его принял, когда он был обычным человеком. Ом, Назир, это обычный ребенок. Или же, в конце концов, Назир, можно отменить. Можно обратиться к Хахаму, сделать это отратный дарим, мы это учили. А к Эуну ты никак не отменишь. А не должен оскверняться Коэн, который навсегда Коэн. Он с рождения от матери всю свою жизнь является в святости, и дети после него тоже являются Коэнами. Будет он и все потомки его, как написано в Торе, в священном союзе Коэнов. Поэтому, мудрецы говорят, мы считаем, что даже обычно Коэн все равно стоит выше Назира по этим причинам. И поэтому, если они вместе шли по дороге и увидели Мет-Митсва, оскверниться должен именно Назир, а не Коэн. И Аллаха идет по мудрецам, не как сказал Раби Леза. Еще одна Мишна, давайте попробуем. Итак, мы уже говорили, что существует два вида осквернения мертвыми у Назира. Первый. «Тума ше-гимна ацмо шелмет». Первый – это «тума», который исходит из костей мертвого человека. «Траину ше-назир нитма алья-дейшина габе хелке гуфо шеламет ацмо». Например, «Назир случайно дотронулся до части мертвого тела». То есть называется «дотроги», «бемага», то есть «дотронулся». Или же тем, что он каким-то образом случайно пронес, даже не трогал, но он нес, не знаю, нес сумку, а в сумке оказался кусок мертвого тела. Нельзя. «О аль-я-дейши ай-яй махем-хат-тахат-о-эль-эхат». Или же «случайно зашел в здание, а там был мертвый кто-то». Да, мы знаем, что если есть мертвец под одним шатром, то какой бы большой шатер не был, все это становится «тамэ», и человек, который туда заходит, становится, это называется «тумат-оэль». Итак, «мага», «маса» и «оэль» это три вида осквернения. И мы говорили, что если Назир, например, взял на себя даже Назирут пять лет, но через три года осквернился мертвым, это осквернение стирает ему все три года. Ему снова нужно семь дней очищаться прахом красной коровы на третий и на седьмой день и потом снова пять лет отчитывать, как мы учили историю про Елена Малка, царицу Елену, которая семь лет по своему сыну и в последний день затумилась и еще семь лет за него была Назиром. «Ву хаям метиглахататумат». И при этом он должен будет остричь волосы после процедуры очищения и снова начать отсчет. А второй вид осквернения мертвым «тумат мет шейна мет шельмет». То есть он осквернился мертвым, но не от части тела. Как объясняется в Мишне, «Ве аббетума зо мунеа назир шиваямин». При этом осквернении он тоже должен отсчитать семь чистых дней и опрыскиваться прахом красной коровы, как полагается, на третий и на седьмой день. И эти дни, в которые он не в чистоте, они не будут ему засчитаны в общий счет дней Назирута. Но остригать волосы ему на такую туму не нужно и не стираются у него дни. Все, как в случае, когда он просто дотронулся, пронес или зашел в шатер с мертвым. «Мишна тэйну мэфарэта тумат мэд мэасу гаришон шаназир мэгалэх лэгэ». Итак, наша Мишна будет говорить про первый тип осквернения мертвыми, то есть понятный, когда дотронулся или пронес или зашел в здание с мертвым. А следующая Мишна будет уже говорить про то, про другой вид осквернения мертвыми, который не такой сильный, где ему не нужно будет отстригать волосы. Так говорит Мишна «Алэйлуа тумата назир мэгалэх». Вот за какие виды нечистоты назиру нужно отстригать волосы. «Алэмэд за мертвеца». «Афальпиша эйнбо кизайт басар». Даже если кусочек тела, там, не знаю, бомбы разорвало, меньше, чем кизайт, меньше, чем размер там мяса, меньше, чем кизайт с маслину. «Кигона нефель шэлон ниткашру эварав бэгидин». Например, не дай бог, да, выкидыш, ребенка выкидыш. Шэлон ниткашру эварав бэгидин, да, у которого еще как бы не все органы связаны с сухожилиями, да, он еще совсем маленький, он зародыш еще. Другое объяснение «Алэмэд» имеется в виду «Алпиша эйнбо шалэм». Элэшэ ешбу ров биньян гаэну штэй шокав веерах о ров миньян гаэварим гаэну мээ бээсрим бэхамиша эварим. Например, да, на кусок тела, то есть даже если это часть тела не полностью мертвец, а у него больше частей, там, да, 248 органов, вот у него там больше половины. Да, имеется в виду все. Вот такое осквернение называется первое. Это самое максимальное осквернение. После него оно стирает все дни, после него Назир должен заново начинать отсчет и остригать волосы. Вааль кезаэт еще один момент. Когда есть кезаэт минамет, вааль кезаэт нецель. А ину басар минамет шинь нуах винаса кэйн лэха омму могэл и отца ми басар гамет венекраш. А также, да, если есть кезаэт от плоти мертвого человека, или же оно подверглось разложению и стало уже такую жидкую форму приобрела, да, все это все равно как бы, да, скверняется по-моему, на максимальном уровне Назир. Вааль мело тарвад кавкдула хамехила мело хофнайм. Да, минамет вааль кезаэт нецель вааль мело тарвад что такое мело кавкдула это большая ложка хамехила мело и хофнайм. Которая поварешка, то есть как бы объем вот с эту ложку ракав афар риквон шельмет афракав это тоже, да, разложенная часть тела человека аль ашидра или же эцем хут ашидра позвоночник да, если просто на позвоночник наступил, то есть на скелет вааль гул голыд череп да, череп человека афаль пи шейн аля самот или басар кла даже если там нет ни грамма плоти просто уже сто летней давности череп голый все равно у нас скверняет максимально вааль эвер мина мет а также на любую часть от мертвого вааль эвер мина хай шейеш алав аля эвер мина хай у аля эвер мина мет причем да, даже если человек жив то есть человеку отсекли ногу не дай бог, да и он до этой ноги дотронулся это то же самое это эвер мина хай тем не менее да, человек жив но эта нога уже является как бы источником тумы басар кара уй а нам поход мекезает а валь кишура ра уйлих йотовла вирошель ото эвер и луга яме хубар да адам хай но ее же можно спасти еще кого? ногу? ногу в течение там двух часов хороший вопрос то есть является если ее пришить обратно вот тут говорится что даже если это кусок плоти оторванное от человека он тоже оскверняет при условии что если эту часть плоти вернуть обратно она смогла бы оживить там этот орган или сделать функциональной ту часть от которой она оторвалась и луга яме хубар беадам хай ой валь хатси кава цамот а также наполовину кава костей шальмет афаль пише эн багем луров биньяно в луров миньяно да то есть кости даже если они не большую часть оставляют всех костей человека или ни по числу ни по количеству валь хатси лог дам и также наполовину лога крови то есть кровь сама по себе кстати там охлокет но здесь написано что видите половина лога крови мертвого валь пише рэва кава цамот вэхэн рэва лог дам митамим ба огэль мина тора они даже вогеле то есть они даже в навесе могут осквернять всех такой-такой объем аллахала мушэм и синахи это закон истории да закон полученный это устная торопридание от мушэра бейнушэна назир мигалэх и ла аль хатси кава цамот что стрижке подлежит назир то есть является скверненным только если объем был составлял половина кава костей вэр хатси лог дам и половина лога крови вэкола тумот халалу шанимнуле эль а назир мегалэх аль магаан и за все эти тумы которые мы сейчас перечислили назир должен подлежить стрижке и очищению если дотронулся если пронес и если попал с ними под один навес что же касается кости которая такая маленькая что как ячменное зернышко вот если косточка уже размером с ячменное зернышко то если он ее дотронулся или поднял тогда да он там но если он попал в помещение где была такая косточка он не оскверняется потому что такой уже маленький объем не способен создать как бы под навесом полностью пространство тумы так вот во всех этих случаях назир должен стригать свою голову очищаться прахом красной коровы на третий на седьмой день он стирает полностью все дни до этого посчитанные и не может начать отсчет заново всего периода пока полностью не очищется то есть по окончанию седьмого дня и принесению всех корбонот как мы учили на восьмой день только после процесса полного очищения он может заново начать отсчет так здесь мы сделаем перерыв и без атошем да в следующий раз уже пройдем более да другой вид тумы который да который человек уже не не дотронулся не поднял не зашел да еще есть один вид туму он более слабый на него назир да не обязан стричь волосы а сегодняшний мечтает были возвышение души Лаилу Нишмат Ребека Батакива Ану Дами Науми Аврам Беню Себ Лам Тамара Акива Бен Арон Бен Ребека Науми Батяков Бен Амин Науми Сипора Бат Михаил Бен Тамара Хайм Бен Исак Бен Тамара Равдавид Вайс Бен Мошей Яков Бен Лев Бен Марк Михел Бен Изя Циля Бат Гриш Бен Зейн Мордыхай Бен Исраэль Новид Бат Исраэль Бен Тайло Таниэль Менах Мен Бен Хан Фаина Бат Исак Лариса Бат Авраам Михаил Бен Исак Роза Бат Мейси Елизавета Бат Лев Маргарита Бат Лев Алла Бат Авраам Мария Бат Авраам Николай Бен Авраам Татьяна Хай Бат Майя Алик Давид Бен Айзек Анулад Мин Броха Менухатам Беганеден Всем шкуах И шаббат Шалом Шкуах Шаббат Шалом Спасибо большое С следующего раза Спасибо